Продолжение следует... В своем мнении, если прав, то почему Путин не отказывается обсуждать вопрос зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока? Ну, потому что Паршев прав, потому Путин и не отказывается. Значит, поясню, о чем идет речь. Владимир Владимирович уже говорил, глобализация процесс объективный. Но он сказал еще следующее. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. А любое управление вписывается и осуществляется по какой-то концепции. Так вот, о чем говорил Паршев? Паршев говорил о современной модели экономики, межрегионального конгломерата, когда у России действительно нет никаких шансов экономической конкуренции с более благоприятными в климатическом отношении странами. Что же касается Путина, то Путин, понимая, что управление глобализацией носит субъективный характер, предлагает всем странам другую концепцию объединения, многорегиональный блок. И тогда у России приоритетное право и возможности формирования вот этого пространства от Лейссабона до Владивостока. И все страны от этого выиграют. Обратите внимание, ведь кто с Россией старается в большей части дружить? Венгрия, которая заявила, что хорошие отношения с Россией выше, чем какие-то отношения с Соединенными Штатами. А ведь Венгрия, в общем, венгерские нацисты же, националисты там, Орбан представляет, казалось бы, должны против России постоянно выступать. А почему? А потому что они столкнулись с тем, что глобализация по-русски, создание многорегионального блока с сохранением культурной идентичности каждой страны, она выгодна для любой страны, для любого народа. А вот этот глобальный котел, межрегиональный конгломерат, он уничтожает самобытность любого народа, любой страны. И вот этой глобализации по-библейски-то и противостоят. Поэтому вот антиглобалисты, которых содержат именно глобалисты, чтобы извратить процесс сопротивления глобализации по ветхозаветно-библейской концепции, когда уничтожаются страны и народы, а все унифицируется. Ну и есть еще одно обстоятельство, на котором базируется Путин. Понимаете, какая ситуация? Земля круглая. И за век капитализма все, что находилось в юрисдикции межрегионального конгломерата, глобализированного по-библейской концепции, уже все практически выбрано. Ресурсов на планете Земля, природных ресурсов, практически не осталось. Они есть в России. И вопрос уже не в том, что они трудноизвлекаемы, нетрудноизвлекаемы, а в том, что они есть. И тот, у кого есть ресурсы, тот уже может формировать собственную концепцию управления. Проводить управление по собственной концепции. Поэтому Путин и проводит. Он формирует русский мир. Он проводит глобальную политику согласно русской концепции управления. Он создает многорегиональный блок, где всем народам есть место. Все страны могут жить в соответствии со своими культурными особенностями и традициями. Естественно, если они находятся, эти культурные традиции, в русле божьего промысла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова